Пошла, попробую это отмыть, сейчас вернусь. Какая-то вкусняшка. Юми, что, я вижу бы что-нибудь есть. Кого мы воспитали? Обжорку. Ага, я его типа лепил своими лапами. Значит, у меня не получилось. Все, я расстроилась. Да уж, Ань, похоже, ты вляпалась в прямом смысле слова. Поэтому нужно постараться запихать как можно больше. А, он растягивается, как растаявшая жевательная резинка. Прощай, желтая какашечка. Давайте уже блендерить. Давай, забомбим им своим смузи. Видите, ты на канале Матик Пэррис. Я Покемон Лимичу. Наша Аня несколько недель ездила в Москву в больницу по врачам, поэтому мы не могли снимать. Да, а я Софи, привет. И она еще будет ездить, но в перерывах мы можем снимать для вас новые ролики. Поэтому, ребятки, поддержите канал с лайкосиком и комментосиком. А я Миша, лайк. Да, а еще подписочка, потому что мы идем к двум миллионам. А я Эйван. А я Иса Алиса. А у нас же еще, ребята, есть крутые новости для Мэджика. Запоминайте. 2 и 9 июня будут мэджик фан-встречи в Москве, в парке Сокольники. Вход бесплатный, обязательно приходи. Ну что, с питомцем. На фан-встречи будет Аня и кое-кто из нас. Мы будем тебя там ждать, понял? 2 и 9 июня в Сокольниках. А вы это, ребята, пишите в комментариях свой город. И Аня, возможно, устроит встречу в твоем городе. Но самое главное, это то, что Юмичу уже взрослая девочка. И у нее будут либо роды, либо операция. И об этом Аня сегодня подробно рассказала на нашем общем канале Мэджик Фэмили. Да, ребята, и, возможно, это самая важная новость за последнее время. Так что потом сходи, посмотри, что ждет Юмичу. Неужели у нее будут членки? Или ее ждет операция? Ссылка в описании. Операцию? Не хочу операцию, Юм. Поехали, давайте еще Аню позваем, а? Кстати, на ее канале, походу, вышла новая серия Смешилкиных. Мой любимый серий. А, потом посмотришь, славишь. Короче, здесь где новые ролики, что ли? Да, только то, что увидишь на Мэджик Фэмили, Юми не говори. Не расстраивай ее. Она вроде не слушала. Ладно, я сейчас мячик беру и давайте Аню звать. Кажется, она уже пришла. Приветик. Да, привет. Я же вам уже давно обещала помочь доделать ваш слайм антистресс смузи, коктейль. Давайте откроем вот этот красный слайм и посмотрим, что тут у нас. Ого, какой он красный. Пахнет немножко странновато. Давай, сувай руку в него. Не сувай, Юмичу, а суй. Но, по-моему, этот слайм испортился. Посмотрите, я даже его собрать не могу. Это больше похоже на какую-то прилипучую слизь. Да, похоже, он испортен. Я, конечно, попробую его добавить в ваши эти орбизы, которые будут в вашем коктейле. Нет. О, блин, посмотрите, что с моими руками происходит. Нет, похоже, ребята, у нас ничего не выйдет и красного слайма в вашем смузи будет очень мало. Да, уж, видимо, он испортился, пока лежал. Или его изначально неправильно сделали. Может, тебя-то знают, как это исправить? Ань, по-моему, тебе надо помыть руки. Пошло, попробуй это отмыть, сейчас вернусь. Надеюсь, блендер нас спасет. Давай, Ань, открывай мой желтый покемона слайм. Покемона слайм, потому что он желтый? А, ну да. Ну, Юмич уже типа считает, что она покемон? Типа Пикачу. А Пикачу желтый. Кстати, твой слайм очень даже ничего. Да, он выглядит так, как будто его можно сожрать. Как какая-то вкусняшка. Юмич, а я лишь бы что-нибудь съесть. Кого мы воспитали? Обжорку. Ребят, тихо, послушайте лучше, как хрустит покемона слаймик. Да, похоже, по сравнению с красным, покемона слайм просто крутой. Золотая какашечка. Юмич, ну сколько можно тебе говорить? Хватит говорить про все какашечки и сопли. Ой, ну ладно, мама. Тем более, Юмич, ты у нас уже взрослая девочка и тебе предстоят взрослые женские дела. Ну ладно, об этом ребята узнают в ролике на Magic Family. А слайм покемоновский очень хороший. Реально классно тянется, не рвется, прикольно жамкается. Мне кажется, он может получить оценку 10 из 10. А я, конечно, понимаю, что тебе очень нравится жамкать слаймы, но давай продолжим наш слайм смузи. Да, ты права, Софи, остановиться очень сложно. Ну посмотрите, какой он классный, как он круто растягивается, прям как жевательная резинка, практически становится прозрачным. И при этом с ним ничего не происходит. Мне, если честно, очень редко попадаются такие хорошие слаймы. Я имею в виду именно самодельные. Хорошо, мы пока его отложим, а сейчас возьмем голубой. Это мой слайм, голубой мой цвет. Окей, то был покемона слайм, а этот Эйвона слайм, да? И он, похоже, немножко похуже, чем желтый. Более прилипучий, смотри, Вась, это твой слаймик. Ага, я его типа лепил своими лапами. Как же сделать так, чтобы он не прилипал к рукам? Похоже, ты очень старался и перестарался немного. Ладно, положу его сразу в баночку и... Да, мне снова надо иметь руки. Хм, может быть, у кого-нибудь из наших зрителей есть лайфхак, как сделать так, чтобы самодельные слаймы не прилипали к рукам? А где вообще мой слайм? Вот, киса Алиса, ты же выбрала себе оранжевый цвет, значит, это твой слайм. Не оранжевый, а огненный. Ой, как мё, там ещё и блёстки есть. Ну что ж, Алис, вот он твой оранжевый слайм с блёстками и, похоже, он даже хуже, чем у Эйвана, который голубой. Значит, у меня не получилось, всё, я расстроилась. Киса Алис, ну ты чё, вообще для смузи, наверное, всё равно, что слайм такой, такой прилипучий. Мы же и будем их смешивать блендером. Во-вторых, мэджики, скорее всего, знают, как исправлять такие слаймы и научат тебя их делать. А в-третьих... Нельзя расстраиваться, если что-то не получилось, нельзя сдаваться. Киса Алиса, ну ты что? А я расстроилась. Киса Алиса, ну ты же ж, мать, и чё, мэджики не сдаются? Ладно, поэтому я тебе поверю. В следующий раз у тебя получится, если меня кто-нибудь научит. А у меня тут, ребята, кажется, беда, просто жесть. Да уж, Ань, похоже, ты вляпалась в прямом смысле слова. Блин, чё же нам теперь делать? Надо как-то попытаться выбраться из этой слайма орбизной паутины и ещё и оставить что-то для блендера. Иначе нам не есть, чего будет делать ваш антистресс-смузи. Снова у нас что-то пошло не так. Ладно, что-то вроде осталось. У нас вечно с антистрессами что-то идёт не так. Не с антистрессами, а со слаймами. Я снова пошла мать руки. Покажи, что получается. Вот, киса Алис, пока что что получается. Зато красиво как, цветло. Угу, только пока что мало что для смузи осталось. Ничего страшного, у нас ещё целых три слайма. Мишкин салатовый и ещё мой розовый и Юмичушкин. Блендер ждёт. Юмичушкин, хе-хе. Давайте откроем мой салатовый. Да, Мишаня, салатовый это твой цвет. Ну что, может быть он будет не такой, какой Иван Айки с Алисой? Может быть у меня получилось. Сейчас посмотрим. По ощущениям пока что, по-моему, он тоже очень прилипучий. Но ведь наша цель засунуть это в наш коктейль, правильно, а не сделать идеальный слайм. Кстати, я, по-моему, вспомнила, что чтобы слайм не сильно прилипал и был не таким липким, надо добавлять в него тетраборат, что-то вроде, да? Может быть. И, по-моему, купить его можно в аптеке. Да, но только сейчас у нас его нет. Поэтому нужно постараться запихать как можно больше в наш будущий коктейль. Ребят, ну вы же видите, что я стараюсь, но вроде Мишка слайм пошел весь в наш коктейль и добавил салатового. А теперь давай мой розовый, он, кстати, не просто розовый, а еще и с блестками. Да, точно, там такие прикольные мелкие блестки. Правда, я чуть-чуть салатового сюда добавила, прости, Софиша. Да ладно, мы же все равно их будем блендерить. Ну да, кстати, Софиш, по-моему, твой слаймик с блесточками похож и на Алискин, и на Эйвана, и на Мишкин. Такой же жиденький. И такой же липкий, не умеете вы слаймы делать. Короче, мой покемона слайм самый лучший. Главное, сейчас как можно больше этого слайма засунуть в наш коктейль. Но вроде у меня даже получается. Значит, Софишкин слайм не такой уж и липкий. А-а-а, он растягивается, как растаявшая жевательная резинка. Пошла руки сполосну. Ну что, пришло время покемона слайма? Так жалко его туда запихивать, он такой классный у меня получился. Да, ребят, действительно, Юмин слайм получился самым лучшим, или это вообще жвачка для рук? Короче, я не знаю, но он действительно хороший. Ну что, я включаю блендер? Даже грустно, что мы его туда запихаем. Зато смотрите, как у нас радужно и ярко все получилось. Прощай, желтая какашечка. Да, сочетание цветов действительно такое бомбезное. Так все ярко. Давайте уже блендерить. Да, Ань, ну хватит любоваться уже. Ладно, ладно, вот вечно вы меня торопите. Знаете, что я поняла, ребят? Что? Это же не блендер. А что? Это погружный миксер. Да какая разница, блендерить-то он умеет? Ну, вообще да. Ну что, тогда начинаем? Мы все очень ждем. Давай, за бомбином своим смузи. Я так понял, у нас опять что-то пошло не так. Похоже, он не может осилить эту смесь. Попробуй еще разок. Я пробую. О, о, вроде пошло. Ань, а попробуй не на весу. А, да, точно. Блин, Ань, ну да, ты поставь его на пол. И надави хорошенько. А то что мы же старались, слаймы лепили и мою желтую какашечку туда бросали. Чтобы у нас ничего не получилось. Давай, Ань, сделай это. Я стараюсь. Сейчас попробую еще раз. Он не может смешать эту адскую смесь. Старайся, Ань. Я пытаюсь, но здесь не все зависит от меня. А ты скоро самую большую возьми. Я самую большую и нажала. Ань, приподними его немного, не запихивай его внутрь до дна. Да я так и делаю, перестаньте на меня давить. Может это все из-за орбизов? Нет, впрочем, орбизы были, Ань, твоя идея. Что? Я вообще не придумывала этот ваш смузи из слаймов. Вы что? Я... Да-да-да, нет, а ты все виновата, что у тебя не получается. Я тут ни при чем. Это ваша была дурацкая идея. Хватит на меня бурчать. Просто вот эта штука запутывается в этих всех слаймах и в итоге не может их перемешать. Получается какая-то мазня, как будто масляные краски. Слушай, ну ты же уже все перемешала, а теперь попробуй замесить, как тесто, руками. Да, этим я сейчас и занимаюсь. Надеюсь, я не сделаю себе слайм-гипс вместо слайм-смузи. Ну как, получается? Вроде неплохо получается. А по-моему у нас получается слайм-каша. Слайм-каша с кусочками орбиз. А по-моему получается слайм-перчатка. И моя рука вся в ней. Я не знаю, ребята, как я это буду смывать, это просто жесть. Ань, попробуй снять это со своей руки, а потом блендерить еще раз. Снять это со своей руки? Вы серьезно? Я, я, я не знаю, как это сделать. Я в шоке, я просто в ловушке сейчас нахожусь. Это что за жесть, смотрите. Кстати, цвет преобладает желтый. Значит, покемон и слайм победил. А по-моему оранжевый, а оранжевый это киски-налистки. А по-моему, ребят, это просто капец. И не важно, какого цвета этот капец, ваш смузи не получился. А у меня на руках, я даже слово это произносить не хочу. Желтая именно какашка. Короче, наш миксер не справился. Ладно, ребят, пока Аня пошла отмывать свою слайм-перчатку. А смузи наш пошел не по плану. Мы еще раз говорим тебе, что увидимся. 2 и 9 июня в парке Соконники в Москве. Обязательно приходи на фан-стечу. Увидишься с Аней и с койким из нас. А теперь иди и смотри очень важный ролик на канале Magic Family. Да, про Юны, и про то, как она... Ой, правду говорю, про то, как она тоже, как ее мама станет мамой, потому что она уже взрослая. Че? Че-че-че-че-че-че-че? Вы что там говорите, болтаете? Просто, просто она еще не в курсе, операция или роты. Чего? Да, видимо, она плохо слушала Аню на главном канале. Короче, все ролики смотри там по звукам в описании. И на фан-встречи приходи.